Могли бы вы тогда себе представить, что через сколько-то лет, прежде чем назначить препарат пациенту, его можно будет опробовать на манекене наглядном, чтобы точно определить дозировку, сколько человек назначать нужно? Ну, наверное, и сейчас еще не та эпоха, когда, чтобы любой препарат назначить, можно его вначале спробовать на манекене. Галина Мельниченко, заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии по научной работе, академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, вице-президент Российской ассоциации эндокринологов, член Международной ассоциации эндокринологов, заслуженный профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сечина. Не так давно в средствах массовой информации появилась новость такая, что создан человекоподобный фантом, манекен, назовем его так, эндокринная система, благодаря которому можно по-новому взглянуть на лечение заболеваний щитовидной железы, вот чтобы не ошибиться, методом радионуклидной терапии, что это действительно прорыв. Я правильно понимаю, что случилось это именно благодаря Национальному медицинскому исследовательскому центру эндокринологии? Ну, скажем так, благодаря этому Национальному медицинскому исследовательскому центру эндокринологии, еще несколько ранее случилась вообще важная вещь. В эндокринологию вернулись радионуклиды. То есть вещества радиоактивные, которые могут принимать участие в лечении пациентов. Наиболее простое вещество, которое мы чаще всего вспоминаем, это радиоактивный йод. Радиоактивный йод – это искусственно синтезированный изотоп йода. Его получают в период полураспада химического элемента. Такая форма йода бесцветна, не имеет вкуса и запаха. Изотопы йода доказали свою эффективность при лечении гиперфункции щитовидной железы и удалении клеток злокачественных опухолей. Именно для расчета дозировок при некоторых заболеваниях щитовидной железы, и был предложен сотрудниками нашего центра, сотрудниками нашего отделения онкоэндокринологии вот этот вот фантом, с помощью которого мы можем рассчитать не только те дозы, которые получит конкретный человек, но и минимизировать риски для окружающих тканей. Прежде чем мы продолжим, я хочу показать телезрителям небольшой сюжет. И, собственно, это устройство, этот фантом, о котором мы говорим. Как будто не хватает деталей. Разобранный на части фантом эндокринной системы напоминает конструктор-головоломку. Собрать эту игрушку непросто. Ещё сложнее было её сделать для решения важнейшей медицинской задачи. Энтропоморфный фантом эндокринной системы человека содержит наливные имитации органов. Все эти органы, они объединены в единую гидросистему с возможностью, самое главное, имитации функциональных особенностей этих эндокринных органов. Для чего? Для того, чтобы мы могли сопоставить вот ту самую поглощённую дозу, то есть ту энергию ионизирующего излучения, которая распределилась в грамме органа-мишени, конечно, соотнесена со всем органом. Похожий после сборки на манекен, наливной фантом эндокринной системы создан из композитных материалов, соответствующих тканям человека по рентгеновской, или говоря иначе, электронной плотности. Это позволяет при лечении и диагностике максимально точно рассчитывать эффективные и безопасные для пациентов персональные дозировки радиофармпрепаратов. На практике всё происходит так. В фантоме имитируются параметры, например, щитовидной железы пациента. Наливные полости заполняют радиоактивной жидкостью в дозировках, планируемых на этапе лечения. Затем фантом по стандартным протоколам исследуют в томографе. По результатам исследования врачи математически рассчитывают оптимальную в конкретном случае дозировку радиоактивного йода и оценивают риски, связанные с облучением органов выделения. Мы смотрим, как прибор реагирует на ту активность, которая внутри фантома. Для того, чтобы оценить нагрузку на органы, у нас есть, например, в надпочечнике есть посадочные места под термолюминсцентные детекторы. Эти детекторы при облучении темнеют, и вот эту степень потемнения можно перевести в поглощённую дозу этим органам. То есть если мы лечим щитовидную железу, а при этом присутствует у нас, как бы, надпочечник у человека есть, то от щитовидной железы какая доза создаётся в надпочечнике. Фантом эндокринной системы уже активно используют при лечении заболеваний щитовидной железы методом радионуклидной терапии. Но это лишь одно из направлений ядерной медицины, где он по-настоящему востребован. Мы уже говорили о заболеваниях щитовидной железы, но понимаю, что есть же и другие заболевания, при которых тоже можно использовать тот самый радиоактивный йод, и тоже можно использовать фантом. Даже при заболеваниях щитовидной железы, вы совершенно правы, нужно использовать разные дозы. При раке они будут гораздо большими. И, соответственно, можно ожидать поражения находящихся рядом органов. И вот самое такое тоже игнорируемое поражение, как бы, было поражение слюнных желез, поражение слёзных протоков. А кроме этого есть ещё пара щитовидной железы. Вот заболевания пара щитовидных желез, во многом их активное изучение связано с работой член-корреспондента Российской Академии Наук Мокрушева Наталья Георгиевна, директора нашего центра. И так получается, что новые технологии влекут, как бы, новые диагнозы. Мы стали больше внимания уделять костям, и сразу же стали больше уделять внимания пара щитовидным железам, которые регулируют фосфорно-кальциевый обмен. Но даже это капля в море. Дело в том, что есть так называемые нейроэндокринные опухоли. И очень многие опухоли имеют на своей поверхности рецепторы, с которыми можно связать леганд-метку, и на этой метке можно принести радиоактивное вещество. И постепенно в нашем центре стала формулироваться концепция использования радиоактивного вещества и для диагностики, и для лечения. Из Обнинска к нам пришли специалисты, которые тоже стали помогать налаживать лечение другими изотопами, уже не йодом. Центр радионуклидных исследований в Обнинске, откуда, собственно, и происхождением, и наш Академик Дедов, президент, нынешний президент центра. Вот эти опухоли, рассеянные по всему телу, мы можем найти, используя метку, которая свяжет радиоактивное вещество с этой опухолью. Ведь опухоли эндокринной системы могут быть самой разнообразной локализацией. И так получается, что постепенно вырастает новая ветка эндокринологии, онкоэндокринологии, где встречается эндокринолог как диагност, хирург и рентген-радиолог. И опять нужно рассчитывать дозировки. А как пострадают другие ткани? И мы видим возможность использования этого фантома и в этой области. Мы сотрудничаем с первым медом, где обсуждаются вопросы и профилактики поражения органов зрения при лечении радиоактивным йодом. Были неожиданные предложения по возможности использовать этот фантом для диагностики количества внешнего излучения, которое дают при лечении системных заболеваний или опухоли задней черепной ямки. То есть фантом может оказаться полезным больше, чем мы сегодня предполагаем. Не знаю, как у вас, в моем детстве была игра с мячиком, называлась «Съедобное-несъедобное». У вас, наверное, тоже. Но наша игра в этой программе похожая, но называется «Правда или нет?». Правила очень простые. Я задаю вопрос, бросаю мяч вам. Вы коротко отвечаете на этот вопрос, потому что вопрос, как правило, небольшой. А я должна поймать мяч или могу его потерять? Да, а потом вернуть его мне. Играем. Правда ли, что лечение щитовидной железы радиоактивным йодом применяется в медицине начиная с 40-х годов 20-го века? Правда, с поправкой. Лечение некоторых заболеваний у человека, у которого поражена щитовидная железа. Не всех. Правда ли, что лечение щитовидной, заболевания щитовидной железы радиоактивным йодом всегда позволяет избежать хирургических операций? Неправда. Неправда. И далеко не всегда. Это альтернативные методы. И они используются по разным показаниям у разных людей. Правда ли, что после курса терапии радиоактивный изотоп йода остается в организме еще несколько месяцев, потом полностью выводится? Правда. Но речь идет о следовых количествах. Основная масса радиоактивного йода будет выведена быстро. Но такие сверхчувствительные приборы, как вот тот скан, через который проходим в аэропорту, может довольно долго улавливать следовые количества. Правда ли, что радиоактивный йод безопасен для людей с аллергией или непереносимостью йода в обычной жизни? Правда. Дело в том, что непереносимость йода – это непереносимость миллиграммовых и больше количеств. Ну, там, где устрицы и все прочее, там, скорее, непереносимость еще белков. Непереносимость – это вот трехпроцентный раствор йодида калия. То, что используют некоторые люди, как йодную сетку и так далее. Радиоактивный йод в весовом отношении ничтожно мало, и речь идет о микрограммовых количествах. Вот этот фантом, он позволяет точно вычислить дозировку для каждого конкретного пациента. Ну, в той мере, которую мы считаем точно на сегодня. Если мы говорим о цифрах, то при стандартных дозировках нам удавалось в течение двух лет получить хороший, ожидаемый эффект в 80% случаев. А сейчас при расчете с помощью фантома мы получаем ожидаемый результат в 93% случаев. И это делается, как мы сегодня считаем, и как подтверждают наши коллеги, те же офтальмологи, например, с меньшей нагрузкой для тех органов, которые тоже могли получить какую-то дозу радиоактивного йода. Спасибо вам. Остается только пожелать дальнейших успехов в совершенствовании методик лечения пациентов. А телезрителям я напомню, что у нас в гостях была Галина Мельниченко, заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии по научной работе, академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, вице-президент Российской ассоциации эндокринологов. Это была программа «Не фантастика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова